А шоу вернулось на этой неделе с четвертой серией. Какой удар? Смерть Starlight в центре событий Хоумлендер возвращается домой, если можно так сказать, и обращение с его травмой. Этот эпизод сосредоточен на мыслях персонажей их прошлом и движении вперед. Лоботомия Сейдж и ее желание почувствовать норму, конфликт Хьюи о том, что делать с отцом после прощения Экспресс, и ужасающие поступки, совершенные им в отношении семьи Колина. Мы разберем этот эпизод, что из него можно извлечь. Вот, пацаны, четвертая серия, разъяснение конца. Учтите, что этот видео содержит спойлеры. Как и на прошлой неделе, я разобью эпизод на персонажей. Ведь произошло многое, и так проще обсудить. Джон, я имею в виду Хоумлендера. Энтони Старр просто украл шоу на этой неделе. Режиссер Эрик Крипке заявил за несколько дней до эпизода, что именно эпизод с Хоумлендером был лучшим. Так что это заставило меня ждать чего-то большого, но ничего подобного не случилось. К концу предыдущего эпизода мы увидели, что в уме Хоумлендера появилась мысль оставить человечность, чтобы стать сильнее. И единственный способ сделать это — вернуться домой. Но в сериале мы как-то не особо задумывались о его прошлом, пока не увидели короткие отрывки из этого эпизода и то, как он общался с людьми, которые его воспитывали, например, с Фрэнком и Марти. Это на самом деле показало травмы, через которые он прошел. И для нас почти понятно, почему он таков, каков он он рос, зная только насилие, зло, страдания и одиночество. И сериал сделал великую работу, вызвав наше сочувствие к Хоумлендеру и его детству. Но еще и сопровождая это жестоким убийством тех, кто заставил его испытать эти страдания, что, как вы знаете, было неправильным. Это вызвало противоречия в нашем сознании. Хоумлендер, меняющийся между улыбкой, смехом и дружелюбием до холодного, кровавого и злого края, был исключительно впечатлен. И это действительно углубило восприятие, что мы видели его многие годы. Особенно в прошлом сезоне и этом, когда множество лиц в зеркале подсказывали ему, что делать. Когда Барбара вышла на сцену, она чувствовала себя как своя мать и могла говорить с Хоумлендером так, как никто до этого. Уверена и словно она могла указать ему, что делать. Даже то, чего не могли Франк и Марти. Барбара упоминала, даже проверяя физические пределы Хоумлендера и тестировали силу и потенциал, когда он был моложе. Они удостоверились в том, что привлекли лучшего психолога, чтобы он искал одобрения и возмужал по мере быстрого роста любви, и это стало основой его сущности. Это было основанием, почему он остался, когда мог убить всех и уйти. В Хоумлендере человеческое и то, что он отрицает, и его потребность в утверждении, диктует его обыденную жизнь. Происходит из очень раннего возраста. Возможно, от одиночества, которое он чувствовал, пренебрежения, с которым он всегда боролся, и желания быть любимым заложенным в него. Пока Хоумлендер не любит людей, часть его сознания формируется ими. Как только он начинает это понимать, учитывая, что он заблокировал комнату со многими рабочими. Особенно интересным в концовке «В плохой комнате» мне показалось то, что Барбара выжила. Она была единственной выжившей, и я думаю, что это скорее всего, потому что она была, наверное, матью этих рабочих. Может быть, он не мог убить ее, но убив всех остальных, ему казалось, что он вроде как мстит, что было на его душе. И отрывает цепи, которые он чувствовал, что его связывают с человечностью. Эту связь, которая у него была на базе шестого уровня. Вдобавок, со всеми умирающими, он мог заставить Барбару чувствовать вину за их смерти. Или, как вариант, она страдает от страшного наказания. Умирать в комнате, полный тел, без помощи. Увидим, достаточно ли убийства и жестокое воспоминание прошлого, чтобы он потерял человечность, которую он ненавидит, и надежду ее обрести. Но не думаю, что это произойдет. Смотреть назад часто лучший способ двигаться вперед, как мы видели с Хьюи и Дэйтрейном. Но с Хоумлендером другой подход. Он не обращался к прошлому здорово. Переживая травму, он действовал согласно ее, а не стараясь уйти. Хоумлендер сложный персонаж. Это мало, чтобы его изменить. Мясник — настоящая загадка этого сезона. Мы узнали, что у него осталось жить 6 месяцев, и это подтолкнуло его к действиям против Хоумлендера и отпустить Райана. Умереть как человек, если ударить в сердце. Но мозг, он так быстро восстанавливается, что лоботомия — временное явление. Ее ум, ее суперсила. И это предсмертное желание, как мы видели, когда он говорил материнскому молоку в этом эпизоде, что если он умрет, не успев спасти Райана, то хочет, чтобы материнское молоко забрал его и воспитал как человека. В течение этого эпизода Беккер появлялась перед ним в основном, когда он был на грани обморока или смерти. Это показывает, что она — его истинная движущая сила и единственная причина его существования, потому что он желает умереть, достойно ее. Мы считали, что Бутчер умирает и что этот странный червь внутри него — причина его смерти. Но кажется, что этот червь дает ему силы. В этом эпизоде мы узнали, что Бутчер принял Ви, но не ощущал силы. Это было до момента, когда он отключился, а проснувшись, увидел Эзекииля в клочьях. Вокруг трейлера «Файркрекер», показывая, что хотя Бутчер не чувствовал, что у него были способности, и он определенно обладает, и, похоже, они невероятно сильны. Что особенно интересно в этом, так это тот факт, что Бутчер всегда страстно ненавидел Супес. Темп Ви отличался тем, что в нем говорилось о том, что он получил силы и способности, чтобы победить Хоумлендера, в то время, как теперь он принял соединение Фи и, по сути, стал Супом. Я не думаю, что он на самом деле умрет, я просто думаю, что Ви влияет на его организм иначе, чем большинство. Поскольку Бутчер всегда был против Супса, это делает его абсолютным лицемером, и это идет вразрез со всем, за что он когда-либо боролся. С ним, находящимся на стороне группы, который хочет, чтобы Супы контролировались и имели меньше прав, чем то, что они делают, это сейчас поставит его перед ужасно странной моральной дилеммой, потому что технически он может быть один из них сейчас, тот самый, которого он всегда хотел победить. Договорились. Не можешь ты доверять матери, бросившей тебя в шести годах. Отцом Хьюи теперь будет супер. Хоть Бутчер, казалось, мог убедить Хьюи не давать отцу Компаунд Ви, Дафна все время наблюдала за Хьюи сквозь проем двери. А когда Хьюи ушел, она поспешила к его куртке и вложила Компаунд Ви в систему отца. Отец открыл глаза, что намекает на его скорое выздоровление, но его новые силы. Это то, что мы должны узнать, подождав. Хьюи стал убийцей в этом выпуске, а кровь по всему его телу напомнила о том, как Атрен убил свою бывшую подругу в первом эпизоде шоу. По-моему, это могло изменить отношение Хьюи к Атрену и объяснить, почему он прощает его. Как многие из других персонажей, где прошлое, казеца диктует настоящее так и с Хьюи. Он готов простить Атрена. Это важный поворот. Важный поворот для обоих персонажей. Полная противоположность Хоумлендеру. Сказал, что простил людей, причинивших травму, но на самом деле нет. Хьюи простил, это было искренне. Это показает, разум Хоумлендера не на 100% человеческий. Старлайт. Мне нравится ее история в этой серии, как ее жизнь раскручивается до такой степени, что все это выплеснулось на сцену и в итоге заставляет ее потерять часть сторонников. Очень хороший темп, Крещендо пришло вовремя. Старлайт начала серию мыслью помочь Сингеру, они могут вместе уничтожить Воут. Но теперь Сингер не хочет иметь с ней ничего общего после ее вспышки и утечки информации о личной жизни. Ее мама больше не отвечает на звонки, поддержку ей скорее всего перестанут оказывать, она потеряла все политическое влияние, а человек, который это устроил, все еще на свободе. Когда эпизод разворачивался, я чувствовал, что конфликт между Старлайт и Фейерверк случится позже в сезоне. Поэтому я был ощущал удовольствие, что это произошло в этом эпизоде, но я думаю, между ними ожидает еще многое. Между ними существует соперничество. Не буду врать, Фейерверк показалась слабой. Старлайт всеми принадлежала на сцене, поэтому я не был впечатлен, но я полагаю, Фейерверк была привлечена лишь для того, чтобы стать пешкой в планах Сестер Сейдж и Хоумлендера. Мне кажется, мы можем увидеть, как Старлайт начинает принимать некую частицу тьмы. В этом эпизоде были моменты, где она тренировала свои способности наедине, а затем, разумеется, со вспышкой на сцене, я думаю, это намек на путь, который она может выбрать. В начале сезона она хотела отказаться от сил и жить как Энни, но, похоже, не выйдет. Она, Старлайт, она должна это принять. Прошлое-прошлое, но не в этом сезоне пацанов, особенно для Фейерверка и Старлайт. Сестра Сейдж, сцена лоботомии была трудной. В каждом эпизоде пацанов есть что-то особенное, и это было им. Мы точно выяснили, почему она делает лоботомию. Она делает это, чтобы хоть на миг почувствовать себя нормально. Мы обнаружили ее слабость. Она может умереть как человек, если ударить в сердце, но мозг, он так быстро восстанавливается, что лоботомия временное явление. Ее ум, ее суперсила. Благодаря своей уникальной способности быть самым разумным существом, она знала, как заставить выглядеть Старлайт плохо. Она не раскрыла, что знала о стремлении Старлайт победить Файеркрекер, потому что, скорее всего, Старлайт бы не рискнула. Используя свой интеллект, она предугадала реакцию и использовала Файеркрекер, чтобы больше людей стали поклонниками Хоумлендеров, отвратив их от Старлайтерс. Френчи with Френчи Crying Time Рея Чарльза то, что мы слышали, когда он впервые встретился с Колином, и это был его настоящий конец. Фраза, что запомнилась, была такой «Скоро будете плакать», и время плакать точно пришло. Колин рассказал Френчи о смерти своих родителей и сестры, и сказал, что прятался под кроватью в ночь, когда их убили, и при этом заметил шрамы на лодыжках убийцы. В предыдущем эпизоде мы узнали, что Френчи был тем, кто должен был устроить показательное убийство матери Колина, и в конце эпизода Френчи решил сказать Колину, что именно он перерезал всю его семью в ту роковую ночь. Френчи столкнулся со своим прошлым и даже был готов умереть от рук Колина за все, что он совершил. Колина и Френчи, очевидно, больше не будет, я не вижу возможности для них примириться. Думаю, это изменит характер Френчи. Он, скорее всего, станет более замкнутым и больше не будет появляться в офисе. Он мучился от вины за все убийства. Так, пожалуй, он завершил такой образ жизни. Прошлая кимика догоняет ее. Организация «Сияющий свет» хотела отомстить. Она убила некоторых членов в прошлом эпизоде, и человека, которого она отпустила, также охотится на нее. Мы постепенно узнаем больше об «Сияющем свете» и о том, как они используют детей. Но, похоже, кимика нанесла женщине шрамы на лице. И это воспоминание с ней долго. Она была похищена после обещания мороженого и после была вынуждена драться с кимика. Надеюсь, кимика простят, все идет к этому, и они в итоге объединятся. Нашу рецензию на эпизод я посчитал по-настоящему хорошим эпизодом этого сериала. Больше всего мне понравилось включение Хоумлендера в шестой уровень подвала. Актерская игра Энтони Старра в этом эпизоде была просто феноменальна. И она полностью сделала эпизод. Видя, как он обращается к своему воспитанию и чувствуя, что насильственный подход, который он применяет, делает правильное дело и надеясь, что это поможет ему двигаться дальше, я понял, насколько он нездоровый человек. И что ничего, скорее всего, никогда не сможет его изменить. Сцена со Старлайт, когда она разговаривала с Хьюи в офисе, была сценой, которая, как мне кажется, была очень хорошо исполнена и была на самом деле довольно эмоциональной. Ее мир рушится, и мы видим, как это разрушение происходит на наших глазах. И я эмоционально связан с этим. Старлайт – самый человечный костюм, которого мы когда-либо видели, и она прошла через некоторые трудности, так что многие из нас могут либо сочувствовать, либо сопереживать ей. Чем длиннее идет этот сезон, тем больше он кажется связанным с четвертым и пятым сезонами, как часть 1 и часть 2. Осталось всего четыре серии этого сезона. Непонятно, как можно закончить сюжет за четыре эпизода. Это похоже на настоящую историю из двух сезонов. Мне понравилась связь с поколением ВИИ в этом эпизоде, где мы узнали из новостей о пропаже четверки. Годолкин после кровавой бойни, которая произошла в университете в финале сезона. Мы знаем, что Сэм и Кейт появятся в этом сезоне. Мальчиков. Интересно увидеть их участие. Не кажется ли вам Бутчер более смешным в этом сезоне? Не уверен, насколько это связано с тем, что мы видим его меньше, или с тем, что история кажется более тяжелой. Но каждый раз, когда он появляется на экране и говорит свои реплики, я громко смеюсь в голос. что можем делать, это с нетерпением ждать. В течение нескольких дней выложу пару теоретических видео, так что оставайтесь на связи. Вот и все.